Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Кристина. И сегодня в этом видео мы разберем мои классные находки, мои покупки с Файлберрис. Если нравятся такие видео, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Кнопочки найдете внизу. Вам не сложно, ну а мне будет очень приятно. Ссылки, артикулы на все товары, которые были в моем заказе, обязательно оставлю в описании под этим видео. Ну и давайте начнем сразу с красоты. На новогодний стол я заказала себе пару красивых фужеров. Покажу сразу, как они приходят. Вот в такой упаковке. Это, пожалуй, самый хорошо, самый максимально упакованный товар, который мне приходил с Файлберрис. Ну а теперь, внимание, вот так выглядят эти стаканы. Они просто огромнейшие. Объем 500 миллилитров и весит, пожалуй, каждый стакан. На воле, кстати, их два, они идут набором. Наверное, ну грамм 400, 500, 600. Для интереса, вот я прям взвешу, посмотрю, сколько они весят. Ну это реально, таким бокалом прибить можно. На картинке смотрится очень красиво. Я заказывала у продавца, у которого большое количество отзывов. В таком бокале, да, действительно, можно делать какие-то красивые коктейли. С фруктами, с апельсинами, мешать какие-то вот ликерчики туда. И помимо алкоголя здесь еще можно подавать слоеные красивые десерты. Например, тирамису. Это тоже отличный вариант. Муж, когда забирал эти стаканы, сказал, господи, что это, я не хочу это забирать. Я сказала, если они разбитые, забирая из пункта выдачи, я найду им применение. Мне они нравятся. Они из толстого действительно стекла. Пить будет, может быть, коктейли не очень удобно. Но выглядят они очень презентабельно. Положить какие-то десерты сюда. Может быть, какие-то фрукты сделать. Красиво обыграть конфетами, какими-то закусками. И на праздничном столе, среди плоских тарелок, вот такие две креманочки будут очень даже красиво смотреться. Поэтому данный бокал я оставляю. Возможно, не по прямому назначению. Обязательно сделаю вам ставки. Покажу, как можно использовать, как наполнять данные фужеры. Качество хорошее. По-моему, это по шабах че, если не ошибаюсь. И у производителя много разных вариантов. Есть бокалы и для мартини, треугольные и разные-разные формы. Оценка 4.8. Рейтинг продавца рекомендовать в покупке буду. Следующее, что я заказала, это мультикомплекс витаминов для детей. Комплекс Full Kids. Вот такая коробочка. Тоже большое количество отзывов у продавца. Положительных отзывов. Единственное, что я забирала, коробочка приходит вот в таком. Видите, никакой пупырки, в отличие от предыдущих стаканов, которые просто перемотаны слоем пленки. Здесь вот прям вот так вот. Если бы, конечно, на подарок, то я бы подумала, забирать или нет. Но так как я брала витамины своему ребенку, я проверила, открыла крышку. Здесь внутри стоит пломба. Поэтому все в порядке. Я коробочку забрала. К сожалению, вот так вот упакованное. Ну, кому этот момент не принципиально важен, просто имейте в виду. Здесь в комплексе витамин А, В3, В6, В9, В12, С, витамин Д3, Е, К и биотин. Все, конечно, в небольших дозировках, в суточной норме. Внутри 60 пастилок. 3 плюс можно принимать. Так как у меня ребенок болел достаточно серьезно, врач сказал, что обязательно, обязательно. Помимо того, что мы пьем витамин Д и омегу, и еще пробиотики он у меня пьет после того, как антибиотики он пропил. Еще обязательно подключить комплекс витаминов. В общем, они выполнены в форме таких жилеек. Там как динозаврики такие. Дети с удовольствием такое едят, честно говоря. Это вот вам не просто таблеточку запить. Так что дети будут счастливы, довольны вот такими вкусными, вкусными витаминками. Они, кстати, со вкусом клубники. Следующая моя находка с Wildberries это бьюти товар, бьюти находка. Вот такая баночка. В ней находится маска для волос. Называется интенсивно увлажняющая маска. Увлажнение, гладкость с экстрактом ламинарии. Оказывается, это бренд Оли. У меня есть средство от этого бренда. По-моему, 15 в 1 называется. Оно вместо бальзама-ополаскивателя наносится от середины волос до кончиков. И оно такое, знаете, как прям реально увлажняет, утяжеляет волосы. И сильно их напитывает. Больше подходит для нормальных сухих волос. Ну, для моих жирных не совсем. У меня как бы стоит это средство. Оно еще как термозащита работает. Вот. Но я грешу и мне всегда пользуюсь. А так это супер популярная вещь. Наверняка у многих, кто смотрит это видео, этот спрейчик есть. Или вы про него знаете. Кстати, стоил он когда-то 300 рублей, когда-то 400 рублей. Сейчас я не знаю. У меня просто он стоит. Я ему, честно говоря, редко пользуюсь. По поводу вот этой маски. Во-первых, она приходит в большом объеме. Сверху пломбочка. Все запечатано. Еще дополнительно крышка идет. Я наносила эту маску. Мне она очень понравилась. Во-первых, аромат просто божественный. У меня сама волосы не супер пушистые. Но вот девочки пишут отзывы об этой маске, у кого прям вот пушистые, кудрявые волосы. О том, что маска имеет накопительный эффект. Она имеет эффект выпрямления. Мне понравилось, что волосы после того, как я посушила, помыла голову, посушила феном. Прямые, даже без выпрямителя. Приятные, гладкие, напитанные. И при расчесывании они не путаются. Как будто действительно маска выполняет все свои свойства. Напитывает волосы, ухаживает. В общем, классная. Ничего мне понравилось, что они с экстрактом в составе экстракт ламинария. Это вообще очень полезная вещь. И пахнет просто божественно. Потрясающе. Прямо масочка. 5 баллов из 5. Дальше покажу вам классную находку. Это супер классная, популярная, трендовая в этом сезоне обувь. Вот такие красивые дутики. Честно говоря, я видела такие дутики уже на ногах у моей сестры. Мне они так понравились. Они так эффектно, классно выглядят. Действительно очень стильные. Классные серебристые дутики. По-другому их можно назвать еще уги. Они на самом деле просто незаменимы в холодную погоду. Покажу, как они сделаны внутри. Очень-очень теплая подкладка. Посмотрите, сюда достаточно надеть будет просто тоненький носочек. Для того, чтобы ваша нога не замерзла. Здесь еще затягивается дополнительно вот на такую резиночку. Подошва достаточно легкая, комфортная. По поводу размера. Кстати говоря, мы ломерят они на размер. Я на свой 39 заказываю 40 и об этом пишет продавец. Поэтому внимательно смотрите. Если у вас, например, 36, вы берете 37. Соответственно, размер больше. Модная классная модель. Она подойдет и для мамочек, которые очень много гуляют с детьми, с колясками. Или просто в парке с ребенком. Если вы ходите в институт, в школу, тоже можно рассмотреть данный вариант. В общем, модель универсальная. И со спортивным костюмом, и с юбочкой можно носить, и с платьем. Классные, удобные и, самое главное, красивые. И у продавца есть данная модель обуви в нескольких расцветках. Обязательно ссылку на данную пару обуви оставлю в описании. Также у данного продавца я взяла себе еще одну пару обуви. Честно говоря, цена чуть больше 1000 рублей. Поэтому я не смогла выбрать между двух моделей. Я заказала обе. Посмотрите на эту красоту. Это просто уги моего студенчества. На самом деле, моду снова возвращается. И вот такие классические коричневые уги снова сейчас их продают. Их носят, и они сейчас популярны. Уги – это самая удобная обувь, которая, в принципе, может существовать. Сапожки низкие, утепленные. Их можно носить не только в холодной погоде, но и использовать как демисезонную обувь в весенний период. Внутри находится меховая искусственная подкладка, которая ваши ножки не даст замерзнуть. Также отмечу высокую, толстую, спортивную, не скользящую сплошную подошву. Она выполнена из термопластичной резины, благодаря чему вы не будете скользить. Оригинальный замшевый верх указан как водонепроницаемый, поэтому ботиночки не будут промокать. И можно использовать их даже в холодную погоду, даже если то есть такой мокрый снег с дождем. Сапожки настолько универсальные по своей модели. Они подойдут как на широкую, так и на узкую ножку. Кстати, хочу еще сказать, что у моей бабушки есть уги, которые я носила еще в институте. Они сейчас у нее. Она их каждую зиму достает, с удовольствием их носит, потому что это очень комфортно, даже для взрослых людей. Это 100% вариант, который я буду скорее всего чаще всего носить, потому что это максимально комфортно. Надел спортивный костюм, куртку, уги и пошел в магазин за продуктами, за ребенком, на тренировку, на подготовку. В общем, самое-самое комфортное. Опять же, обратите внимание, когда будете выбирать размер, что нужно брать на один размер больше. Об этом продавец тоже указывает. Ссылочку на эти модные классные уги я тоже оставляю, как и на все товары в описании. Я знаю, что меня смотрят многие родители, у кого уже есть детки, кто уже задумывается, что же подарить на Новый год. Я вам предложу несколько вариантов для детей. И возрастом помладше, и возрастом постарше вы уже сможете сами рассмотреть вот эти варианты, которые я заказала для своих детей. Первое, что покажу, это вот такая коробочка. Называется умная игра для умников и умниц. Вообще, указанный возраст 6+, но я думаю, может даже быть с 5 лет ребенку можно эту игру предлагать играть. В общем, внутри входит кейс-коробочка, плюс дополнительно шарики. В игру может играть один игрок. Всего здесь 120 испытаний, и они разного уровня сложности. Всего 5 уровней сложности, от зеленого до сиреневого. Соответственно, самый легкий, средний и сложный. Вот так выглядит сама коробочка. Все аккуратно сделано, это пластик, но все прям на высшем уровне. Никакого, кстати, постороннего вонючего запаха здесь нет. Сами фигурки, помимо того, что они разноцветные, они еще разной формы. И в комплекте идет инструкция, по которой вы должны эту конструкцию, например, под номером 72 или под номером 73, собрать. Это очень хорошая зарядка для мозгов. У данной игры на Wildberries огромное количество положительных отзывов. И обратите внимание, что эти игры еще отличаются между собой. Несколько вариантов, кому интересно, зайдете, посмотрите. Стоит около 300 рублей, но я подпишу ценные артикулы в описании. Ту цену, за которую я покупала, возможно, цена поменяется чуть больше или в меньшую сторону. Еще одна интересная и недорогая находка, тоже стоит около 300 рублей. Это вот такой развивающий планшет, называющий игра магнитный планшет. Здесь возраст уже указан от 3+. Рисуем, пишем с помощью магнитов. Еще очень удобно брать с собой в поездку. Разывает моторику, логику, усидчивость и воображение. Всего 380 деталей, 10 двусторонних трафаретов для творчества идет в комплекте. Здесь все в пленочке и ничего не помялось пришло. Вот, кстати, я говорю, что всегда все на Wildberries открываю. В этот раз игру не открыла. Хотя всегда все товары открываю. Мало ли что бывает. В этот раз я ничего не открыла. Здесь, я так понимаю, идут трафареты, которым нужно вот эти задания выполнять. Дальше идет сам планшет. Вот, он, кстати, такой достаточно хорошего качества, плотненький, тяжеленький. Вот, смотрите, здесь магнитики. Их нужно вот так опустить рукой. Магнитные шарики. Дальше у нас идет магнитный карадаш, ломастер. И вот таким образом ребенок рисует, примагничивая вот эти шарики. Интересно. Интересно работает. И вот таким образом нужно по карточкам делать вот эти рисунки. Слушайте, ну классно. Я думаю, детям понравится. Это какое-то время точно на какое-то время их займет. Но опять же, цена 300 с чем-то рублей. Что-то новенькое, интересное. Можно и в дорогу с собой брать. И ребенка занимать. Вместо обычных мультиков, обычного планшета дать вот такую развивашку, чтобы он рисовал. Особенно понравится творческим детям, которые любят раскрашивать, рисовать. В общем, чем-то вот таким заниматься. И хочу заметить, что пластик плотный. Все хорошо сделано. Никаких сколов, царапин. Пластик не вонючий. Вот, поэтому хорошее качество лягушки тоже отмечу. Покажу еще один вариант игрушки. На этом мы с вами закончим. Перейдем дальше. Вот в такой коробочке приходит. Это набор деревянный для развития двух полушарий головного мозга. Вот, по методике Монте-Сори. Все вот в такой еще пупырочке приходит. Тоже все хорошо запечатано. Я подобную игру выбирала у нескольких продавцов. И где-то были отзывы неуданного производителя, что очень плохое качество у самого полотна. Покажу, как это выглядит. Слушайте, особенно я буду советовать вот данный набор детям, наверное, от года и больше. Ну, наверное, от года до пяти. Здесь идет вот такое полотно. Два места, куда нужно положить заготовку. И вот это место для палочек. Палочки идут вот в комплекте. Две и еще две запасные. И вдруг их ребенок потеряет. Итак, у нас есть с вами вот такие деревянные карточки. Это все выполнено из дерева. Вот это уже менее плотное дерево. Поэтому можно при желании сломать, если захотеть. Ну, если не захотеть, то не сломать. Их идет всех по два. Первый, второй. Вставляем сюда. Теперь берем одновременно правую и левую руку. Ставим в одну точку. Берем отсюда. Левой рукой ребенок стоит здесь. И начинает одновременно двумя руками рисовать. Проводить палочкой. Можно делать палочкой. Можно брать два листа бумаги. Вот сюда кладем лист бумаги. Сверху кладем заготовочку. Раз, два. Там у нас два листа бумаги. И ребенок одновременно в одной точке начинает. Ручками, двумя ручками. В правой руке, в левую ручка. И одновременно ведет, 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 ведет. Для маленьких просто по контуру провести. А кто уже постарше, нужно задание не касаться вот этих вот бортиков. Бортиков это называется. Прямо по центру вот так ведем. Вы еще попробуйте взрослым так сделать. Вот еще у них у всех получится взрослым так сделать. В общем, очень классная вещь. Развивающая для детей. Качество мне понравилось. Особенно оценят локопеды, неврологи. Такую игру, очень полезную для детей. Давайте покажу, что из вещей в этот раз заказала. В этот раз у меня всего лишь одна моя находка. Одна покупка. Это вот такой черный красивый халатик. Он выполнен, я так понимаю, из полиэстера. Это синтетика. Я взяла в черном цвете. Очень, кстати, ничего. Хорошая длина, хорошие качества. Единственное, конечно, у него такой разрез. Прям интересный, большой, достаточно глубокий разрез. Но я взяла его для домашнего использования, для гостей. Можно топ пододеть. У меня вот такого качества есть пижама H&M. Вот в белом цвете берут. Я видела по отзывам девочки, кто замуж выходит. Вот невеста. Там образ невесты. Красиво поснимать. Перед свадьбой, фотосессию. Вот именно в белом цвете. Красивый халатик. Не могу сказать, что он супер классный для дома. Он еще из минусов, он электролизуется. Вот. Я купила уже антистатик. Хочу попробовать с антистатиком пройтись. Ну вот у него такой минус есть. А так в целом очень красиво, если вы хотите дома выглядеть. Вы, например, там живете без детей. Ну, декольте большой, мне кажется, для меня это too much. А вообще, если вы вдвоем или там свидание, или там вдвоем с супругом живете, можно такой халатик вполне носить. Очень даже красиво, симпатично выглядит. Давайте покажу уход, который нашла на Валбре. Используюсь уже, наверное, больше двух недель. Уже могу сказать свой отзыв. Эта марка называется BT Peel. Вот такой бренд. На самом деле, это не первый продукт, который я заказываю. Не показывала еще в покупках. У этого бренда я брала пилинг. Пилинг в стеклянной баночке. Тоже по отзывам нашла. Дело в том, что я одно время ходила делать пилинг. Года два назад. Называется BioRepeel. Он стоит один пилинг у косметолога 5000 рублей. И там нужно делать курсом 3-4 пилинга. Я, по-моему, 3 делала. Ну, то есть, это достаточно такая хорошая, хорошая цена такая, да, по семейному бюджету. У этого производителя я пилинг взяла за 1000 рублей. Флакончики выхватило мне на 3 раза за 1000 рублей. Вместо 15 тысяч. Вот такая вот экономия в 15 раз. Я его сделала у него, у этого пилинга. Я вам потом его покажу. Не буду долго рассказывать. В общем, он мне понравился. Классный. У продавца есть желтый пилинг, красный пилинг. Я тоже с вами потом поделюсь. Продолжая тему, заказала у данного продавца еще тоник. Это полупрофессиональный бренд. Тоник с пептидами морских водорослей. С аргирелином. Осветляет, увлажняет, выравнивает, устраняет высыпание, замедляет старение кожи. Он абсолютно комфортный. Не щипет. У меня были тоники. Мне есть чем сравнить. Не пересушивает кожу и подготавливает к дальнейшему нанесению основного ухода. 200 миллилитров. Взяла еще у продавца. Тоже мне понравилась. Вот такая вот гиалуроновая сыворотка. Увлажняющая с гиалуроновой кислотой с пептивным комплексом. Омолаживающая с биосахаридами. Конечно, результат можно уже говорить после, например, месяца использования. Рано я еще буду делиться. Но скажу свой отзыв. У меня комбинированный склон к жирности кожи. И по поводу впитывания. Она супер шикарно впитывается. Единственное, мне не хватает ее. Мне нужно еще дополнительно какой-то крем. Вот она пропиталась и все. А дальше что? Как говорится, мне нужно что-то добавлять еще. Обязательно у продавца посмотрю какой-нибудь крем дневной, ночной. Потому что мне линейка нравится. Я прямо рекомендовать буду. Зайдите, почитайте отзывы. Огромное количество покупок, продаж у них, отзывов. И очень часто у девочек я в отзывах почитала. Я вообще на ваннере всегда люблю читать отзывы. Девочки пишут, что данный бренд им советуют косметологи. В качестве домашнего ухода. Вот, поэтому вместо вот этих вот аптечных марок, я, честно говоря, не всегда им верю. То, что рекламируются рекламой. Поэтому мне очень понравилась свайлберсовина. Первая косметика уходовая, которая прям действительно произвела на меня впечатление. Ну и покажу вот такую находку. Меня как-то девочки накидали в комментариях за дезодорант Невея. Сказали, как ты пользуешься дезодорантом с солями, с алюминием и так далее, и так далее. В общем, пристыдили меня, я зашла на ваннере, заказала себе вот такой дезодорант. Это дезодорант кристаллический, эффективно борется с запахом пота и оказывает противобактериальное действие. Не раздражает кожу. Честно говоря, я никак не могу на него перейти, потому что им нужно очень интересно пользоваться. Вы принимаете душ, после душа вы на влажную кожу наносите вот этот солевой дезодорант. Я знаю, солевые дезодоранты, но у меня вот они и в прошлый раз, лет 5 назад не зашли, и сейчас я никак не могу на него перейти. Надо настроиться, надо запланировать. Из душа выходишь и про него, конечно же, забываешь. Хороший отзыв, если правильно им пользоваться. Напишите обязательно в комментариях, пользуются ли вы когда-нибудь солевым дезодорантом. И если у вас есть хорошие примеры дезодорантов без алюминия, накидайте артикулов, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно что-то из этого выберу, закажу. Вот, я буду вам очень благодарна. Из еды сегодня тоже немного у меня небольшой заказ. Это вот такие хлопья овсяные, еще даже их не распаковывала. Сельнозерновые, без глютена. На самом деле есть овсянка без глютена. Вот основная, которая продается в магазине, особенно 3-5 минут, 7-10 минут варки, она, я не знаю, как это слово называется, перемолотая. Где-то там есть глютен. Вот это вот, где пометка без глютена, можно использовать даже людям, у которых на глютен аллергия, которым нельзя глютен. Особенности организма, которые глютен не воспринимают, плохо на него реагируют, и людям нельзя. Я знаю таких людей, которым глютен нельзя. Кстати, очень тяжело подбирать себе еду. Так вот, вот такую взяла овсянку себе, домой буду детям кашу варить. Ну и две последние покупки, это для домашних питомцев. Первая покупка, я не смогу вам сейчас ее принести, потому что мы ее уже распаковали, применили. Это аквариум. У нас два домашних питомца, это черепаха и улитка. Опять же, у меня у ребенка аллергия на домашних питомцев, на кошек. И на корм от всяких попугаев, вот этот вот весь. И домашних питомцев мы пока заводить не можем. Возможно, аллергия ребенок перерастет, возможно, не перерастет, мы пока это не знаем. Но из домашних питомцев, вот у нас есть улитка, которая не выделяет, нет никакой у нее шерсти, есть черепаха. Поэтому черепахе мы заказали новый аквариум, она у нас уже растет, становится все больше и больше. Аквариум мы заказали на Wildberries. Кстати, делает город Санкт-Петербург. Так, пришел аквариум весь упакованный, достаточно тяжелый. Если вдруг вам такой нужен без машины, вы его, конечно, донесете, но будет очень тяжело. Он что-то транспортирован на такси или на машине. Такие аквариумы не только берут черепахам, ползущим, млекопитающим, как они называются, змеи, хамелеончики. Но они с крышкой, наш без крышки, поэтому для черепахи подойдет. Это первое, что мы взяли. И второе, это мы взяли вот такую лампу. По-моему, она светодиодная. Это лампа-светильник для аквариума, белый свет, 10 ватт. И у нее очень крутое крепление. Вот такая вот, ну не прищепочка, а, ну да, ну почти как прищепочка. Вот она так прищепляется, прям на аквариум, сверху наклоняется. И где у черепахи островок, сверху светит. Классная лампа, прям отлично. Единственное, конечно, когда у вас светодиодики перегорят, их не поменять. Но у нас вот и в спальне у детей сейчас люстра, их тоже не поменять. Как перегорят светодиоды, так и перегорят. Лампа легкая, у нее аквиловый корпус, прям классная. У нее длинный шнур, нам до розетки все равно не хватает. Но в фикс-прайсе и в других магазинах надо будет вам тоже сделать ставку, показать. Есть такие удлинители, они прозрачные, в дополнение к розетке. То есть получается здесь вилка, а здесь как удлинитель. Они много у тебя продаются, на Ваутбрис тоже. Для ел, кстати, хорошо вот эти удлинители, когда гирлянда не достает у вас. Прозрачный, красивый, такой его даже не видно. В общем, классная лампа, если у вас есть такие питомцы, которым нужно освещение. Вот к покупке точно буду рекомендовать лампу хорошего качества. Ну что ж, на сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно пишите в комментариях, что было в этом видео полезно, что для вас бесполезно. Может быть, что-то из этого вы уже заказывали. Ссылки на все товары, которые я вам сегодня показала, рассказала. Я артикул оставлю в описании. Проходите, выбирайте, заказывайте. Я желаю вам, как обычно, прекрасного дня, хорошего настроения, крепкого здоровья. И мы с вами увидимся, конечно же, очень скоро. Всем пока!